Итак, господа, это канал Жирный Голубь, и всех, похоже, ностальгия душит под Новый Год. Вот. Вот это канал Гарик, и вот он ещё обозревает, смотрите, нашёл какой-то альбом с марками и жвачек, да, наклейками. Ну, хрен с ним, да? Нам на окно дегустировать пиво. Да-да, не удивляйтесь, пиво тоже ностальгическое. Притом ностальгическое по СССР. Я не понимаю, в чём смысл такой поделки. Ладно, поделать Хайникин там. Хуйникин подделывать, да? Этот самый, Хугарден подделывать. Нет, они типа делают подделку по СССР, стилизацию по СССР такой, да? Даже бутылки. Даже бутылки. Только в таких бутылках лимонад был. Вот, господа. Ну, бывает, да? Притом настолько алтурно сделали, что пишут, не это самое, под солнце не ставьте, да? Наша вот эта бутылка, она нифига от солнечных лучей не защищает. А вот эта защищает, вот это тёмное стекло, она потолще защищает. Я даже вот думаю, что вот это делает Балтик, потому что, поскольку вот эта этикетка, это чисто Балтика. Ну, нет. Это Очаковский завод под СССР, наклейка, этикеточка. Ну, этикеточка тут типа все наклейки, да? Под Очаковский завод. Кому надо, ставьте на паузу, читайте состав. Состав обычный. Кому надо, смотрите этикеточку. Вот. Очаковский завод. Рижская. Рижская из города, то ли Самара, то ли из города Ульяновска. Непонятно, надо там читать, как она называет штуковину. Мы поменяли паспорта с серпом и молотом на новые, но не забыли страну, в которой выросли. Будучи частью Союза. Так, будучи частью Союза, дальше не продолжается, но запятая стоит. Но в то же время такой далекой и желанной Прибалтика притягивал нас, как символ той, другой жизни. Жвачка, колеб. Вот так вы знаете. Рижские конфеты, бальзам. И, конечно же, главный символ, рижское пиво. Насыщенное в чем-то эксклюзивное, как и та особая жизнь. Короче, пиздеж и провокация. Ну, я так думаю, кто аллокал пива в те времена, да? Им уже за 60-е им это пиво нафиг не надо, если они вот эту хрень увидят, да? Вот этикетка, смотри, какая. Вот если они эту хрень увидят в магазине, они мало того не купят. Они плюнут в рожу продавцу, поскольку, да, хрень. Это кажется, что раньше было что-то хорошее. Это сейчас пытаются парить. А в Советском Союзе всем на все было похуй, все было говно на самом деле. Смотрите. Вот. Не знаю, видно там? В общем, вот так делаю. Чуть-чуть покручиваю. Кому надо, короче. Вот так даже делаю. Не видно ни хера. Вообще тут разрешение так напечатает, чтобы никто ничего не увидел. Кому надо, ставьте на паузу, смотрите. Вот. Ну а мы переходим... Переходим постепенно к дегустации, да? Напоминаю, что это Ульяновская или Самара, да? Ни к чему к Риге отношения не имеет. А это Жигулевская из... Это самое Очаковская. С Очаковского завода. Это Москва. С... С... Все еще идут в Самарском, да? В Рижском из Самары. Или у Изурьяновской. Все еще идут, смотрите. Ладно. Короче, дело пора налевывать. Пора налевывать. Начнем с Москвы. Пока я налевываю, я понюхал, короче. Пахнет оно вообще никак. Вообще никак. Жигулевская. Из Москвы пахнет вообще просто никак. Насколько оно пенится? Пенится оно офигенно. А по цвету... Во, сколько этих пузырьков-то. А по цвету оно офигенное, конечно, да? Прям такое вот приятное, да? Ну, оно, наверное, все будет такое приятное, да? Пахнет самым обычным пивом. Вообще. Без привередничания, да? Вообще. Простым-простым. Самым обычным. Не сказать, что плохим. Просто самым обычным. Каким-нибудь... Какая-нибудь бочка. Она будет точно такая же. Подождем, пока пена все уйдет. И посмотрим на вот это все сверху. А сверху, возможно, засвечивать лампу? Возможно, нет. Но вот цвет, смотрите, когда сверху смотришь, он такой вообще слабый-слабый. Слабый-слабый. А сбоку-то он... А он сбоку тоже слабый стал. Афиг его знает, короче. Нюхаем еще раз. Обычное пиво. И на вкус оно тоже обычное пиво. Но, в общем, такое дело. Это было Жигуревское. Это было Жигуревское. Так и по цене тройка никакое. Если бы оно стоило 25 рублей. Потому что я из Жигуревское за 25 рублей. То, соответственно, оно при таком вкусе, да, или даже 32 рублей, если бы оно стоило, оно получило бы четверку. Потому что при таком вкусе нормально. Где-то 32 рубля. Ну, 40. 42 не больше. Но не 52 рубля. Сим Салабим. Стакан отмойся. Вот видите, все получилось. С магией жизнь гораздо легче, чем без нее. Рижская из Самары. Давайте наливать. Чего уж. Тянуть котов. Так, по пене можно сказать, что она прям пропала вообще сразу. Практически, да? Но она, видите, и другая. Как я вижу, вы видите, что она другая. И она сразу исчезла. Сбоку никаких пузырей, да? Нет, пузыри вити есть, но они как-то идут. Равномерно прям вообще идут, смотрите, да? Не как вот прям от донышка, как там было. А прям равномерно по чуть-чуть. Пена сразу улетела. Мы видим вот такой вот свет. Свет такой вот такой вот. Какой-то он. Нет, он чуть темнее, кажется, того. Чуть-чуть-чуть темнее. Напоминаю, это Рижская. Из Самары, из Ульяновска. Короче, так. Дегустируем его на запах. Что странно, вообще ничем не пахнет. Вообще ничем. Нет никакого запаха, только чуть-чуть. Чуть-чуть цветочками пахнет, но это я не знаю от чего. Может, с самого стакана, да? Запаха нет. Но когда я открывал, такой тухляком разил, на самом деле. Я не хотел споявить, но пахло очень неприятно, вообще жутко. Короче, не будем тянуть кота. Хребнем. И вкуса вообще никакого. Ни пены, ни запаха, ни вкуса. Чё это вообще такое за хрень? Ну-ка. Да, так и есть. Ни пены, ни запаха, ни вкуса. Но я так и знал, что это обман, что это рижская из Самары, сделанная под совок в России. Я так и знал, что это обман. Я так и знал, что вот это вот балабольство какое-то. Вот балабольство, да? Я так и знал, короче. Стоит оно 48 рублей. И своей цены она совершенно не стоит. Короче, вот это рижская из Самары. Вообще двойку. Двойку. Вот это бы даже жалко было бы купить за 25 рублей. Вообще как-то не очень. Ну-ка, ещё разок. Чтобы быть честным, ещё разок. Может, у меня просто вкус пропал, а я выёбываюсь схожу. Давай-ка. Налёвываем ещё. Не, ну как мы видим, вот эта штука, она пенится. Она вообще пенится, и нормально. Нормально. Так. Хотя пена теперь тоже пропадает быстро. Снизу. А я меньше уже наливаю. Снизу уже так же, как и там. Ну-ка. По запаху. Гораздо приятнее. Да, тут есть и запах, и вкус. Так что жигулёвская из Очакова, это лучше всего. Если вы убираете себе подделку, подсовковую, типа как подсовок хотите, убирайте жигулёвская из Очакова, да, а не рижская из Самары или Ульяновская. Тушите, господа, свет.